Когда я пристану перед Богом, первое, что я сделаю, это спрошу его, почему я, Господи, почему ты избрался на фермера Северной Каролины и дал ему возможность проповедовать стольким людям на земле и создал для этого такую прекрасную команду, и мы вместе трудились для себя почти полвека. Я часто задаю себе этот вопрос, но ответить на него может только Бог. Билли Грамм hailed another Billy Sunday. Реверенд Билли Грамм, one of the most inspirational spiritual leaders of the 20th century. Мы need you, we love you. Thank you for coming, Билли Грамм. Would you help please advance this father, educator, Dr. Билли Грамм? Our recipient, the man who honors us by being here today. What is your purpose? Go into the whole world and proclaim this message. He shall know the truth, and the truth shall make you free. He shall make you free. He shall make you free. Билли Грамм был одним из самых влиятельных проповедников 20 века. В течение 60-летий Грамм побывал в более чем 185 странах. Его проповеди прослушали сотни миллионов людей. После того, как Билли Грамм стал известным евангелистом, его отец часто вспоминал, как на их земельном участке во время евангелизации староста группы молился и просил о том, чтобы Господь призвал кого-то из Шарлотта проповедовать Евангелие до края земли. В молодости Билли не был особо религиозным человеком и мечтал стать профессиональным спортсменом, а не проповедником. В церкви Грэму отказали в членстве в молодежной группе за то, что он был слишком мирским. В 16-летнем возрасте, побывав на венгелистационном служении странствующего проповедника, Билли обратился ко Христу. Когда я принял решение следовать за Христом, я медленно вышел вперед и преклонил колени в молитве. Я открыл Богу сердце и впервые почувствовал сладость и радость от общения с Богом. Я ощутил подлинное возрождение. Если бы журналисты спросили меня на следующий день, что со мной случилось, я не мог бы ответить им. Но я чувствовал, что мое сердце совершенно изменилось. Оно стало другим. В тот вечер изменился и мой жизненный путь. Будучи студентом Библейского института Флориды, Билли прочел свою первую проповедь в Баптистской церкви. В 1939 году он был рукоположен на служение церковью Южной Баптистской конвенции. После окончания Уитонского колледжа Грэм женился на однокурснице Уитон Рут Белл. У Грэма и его жены родились пятеро детей. Бог призвал нас с Руфью, чтобы мы стали одной командой. Она вдохновляла меня. Бог дал тебе дар евангелиста. Я буду поддерживать тебя. Буду заниматься детьми. А ты езди и проповедуй. Всякий раз, когда я возвращался домой, все было надежно и спокойно. Все в семье любили меня. Мировая известность пришла к Билли Грэму в 1949 году после восьминедельной серии проповедей в Лос-Анджелесе. Эти собрания привлекли внимание многих американских СМИ. Имя Билли Грэма не сходило со страниц газет, что вызвало еще больше интерес к проповеди о Христе. Я считаю себя недостойным таких свершений, которые стали возможны благодаря вмешательству Святого Духа, писал Билли. Потому что во всем этом Божья заслуга, не человеческая. Я не хочу ни благодарности, ни славы. Все это по праву принадлежит Богу. За время своего служения Билли Грэм провел более 400 евангелизационных служений, на которых побывали 215 миллионов человек. В 1950 году он основал Евангельскую ассоциацию Билли Грэма для того, чтобы нести Слово о Христе людям по всему миру, используя все разумные способы и средства. В состав организации в настоящее время входит еженедельная радиопрограмма «Час решения», выходящая в эфир более 50 лет, телепередачи, печатные газеты, а также компания World Wide Pictures, которая произвела более 130 фильмов. Билли Грэм был в числе первых борцов за гражданские права в США. В 1953 году во время служения в Теннисе он убрал веревочный барьер, который разделял прихожан на расовые группы. «Мы гордились и думали, что мы лучше, чем любая другая раса, любой другой народ. Дамы и господа, мы попадем в ад из-за нашей гордости», проповедовал Билли. «Нет библейских оснований для сегрегации», утверждал Грэм. «Земля у подножия креста ровная, и это трогает мое сердце, когда я вижу белых, стоящих плечом к плечу, с черными у креста». Билли Грэм неоднократно посещал социалистические страны. Во время визита он встречался с представителями власти и обсуждал с ними вопросы религиозной свободы. Первый раз Билли посетил Москву в 1959 году как турист и молился о том, чтобы Бог дал возможность проповедовать в СССР. После этого евангелист неоднократно посещал страны СССР в качестве проповедника. В 1984 году он провел 12-дневный тур по городам Советского Союза с проповедью Евангелия. После распада Советского Союза евангелист еще трижды посещал в Москву. И когда Иисус Христос умер на этом кресте Он взял все эти грехи ваши на Себя. Бог взял ваш грех и мой грех. В 1992 году в Московском спортивном комплексе Олимпийский в течение трех дней проходили богослужения с участием Билли Грэма. Около 155 тысяч человек пришли послушать всемирно известного проповедника. Также Билли Грэм несколько раз посещал КНДР и встречался с тогдашним лидером страны Ким Ир Сеном, после чего выступал перед университетской аудиторией. Я человек, а значит гражданин мира. Я несу ответственность за людей какой бы социальной, политической и религиозной группе они не принадлежали. Бог выше политических и социальных границ мира, говорил Грэм. Грэм был духовным советником 12 президентов США от Гарри Трумэна до Барака Обамы. Бывший президент США Джордж Буш-младший стал обращенным евангелистом и освободился от алкогольной зависимости с помощью Билли Грэма. Я был пленен. У него был сильный дух и полные доброты и благодати сердца, а также острый ум. Он рассказал мне об одном из самых фундаментальных уроков Библии. Нужно стремиться быть лучше. Но мы все грешники, которые зарабатывают Божью любовь не через наши добрые дела, но по его милости, говорил Джордж Буш-младший. После трагедии 11 сентября Джордж Буш пригласил Грэма провести службу в Национальном кафедральном соборе Вашингтона. Меня спрашивали сотни раз, почему Господь опускает трагедии и страдания. Я должен признать, что я не знаю ответа. Произошедшее напоминание для всех нас о том, как мы нуждаемся друг в друге. Сейчас мы стоим перед выбором. Прекратить существование, как единая нация. Разобщиться и расплатиться. Стать в результате этих страданий сильнее, сказал тогда проповедник. В 86-летнем возрасте Билли Грэм выступил на последнем митинге Барака Обамы в Нью-Йорке. В одном из последних интервью Билли Грэм говорил, что сожалеет, что стал участвовать в политике. Я благодарен Богу за возможность помогать людям, облеченным властью. У них, как и у всех других, тоже есть духовные и личные потребности. И зачастую им не с кем поговорить. Но, глядываясь назад, я понимаю, что иногда в этих отношениях я переступал черту. И знаю, что сейчас я это бы не сделал. «Единственное достойное дело для проповедника нести Слово Божие», говорил Грэм. В июне 2005 года Билли Грэм провел последнюю евангелиционную кампанию. Она прошла в Нью-Йорке и собрала свыше 242 тысяч человек. Каждому человеку Бог дает возможность начать жизнь заново. Именно поэтому Христос призывает нас родиться свыше, проповедовал Грэм. За время своего служения Билли Грэм не был замешан ни в одном из финансовых или сексуальных скандалов. Еще в начале своего служения Грэм со своей командой разработал руководство на основании послания к Тимофею. «Мы приняли на все обязательства избегать любой ситуации, способной вызвать малейшее подозрение, малейший намек на непристойность. С тех пор я никогда не путешествовал, не встречался и не обедал на единении с одной женщиной, кроме моей жены», вспоминал Грэм. Билли Грэм умер в 99-летнем возрасте в своем доме в Северной Каролине. В своей автобиографии он писал «Однажды вы прочтете или услышите, что Билли Грэм умер. Не верьте ни единому слову. Я буду живее, чем сейчас. Я просто сменю адрес. Я уйду в присутствие Божие». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова